Здравствуйте, уважаемые сетезрители! Я Николай Пивненко. Эта программа «Есть такая тема». Я бы даже сказал, что это не просто тема. Есть такая история, есть такая судьба, есть такая жизнь и даже есть такая планета. Влад Высоцкий, так она называется в сокращенном виде. Сегодня 25 января, сегодня 75 лет. Исполнилось бы Владимиру Семеновичу Высоцкому. И мне очень приятно, что сегодня здесь, в нашей студии, мы будем вспоминать Владимира Высоцкого вместе с родным человеком, человеком, который знает его совсем по-другому. И что бы ни писали вокруг, что бы ни происходило, что бы ни показывали, для вас, уважаемая Ирена Высоцкая, Владимир Высоцкий всегда будет двоюродным братом, всегда будет родственником. Да, родным человеком. Считается, что двоюродные братья и двоюродные сестры – это такое уже, знаете, родство немножечко… Ну да, вот вроде бы есть, да, а некоторые даже и не замечают этого. Вот кем, с точки зрения двоюродного брата, для вас был Высоцкий, когда вы с ним первый раз познакомились? Как это про… Чисто родственные ваши… Чисто родственные, я поняла. Вы знаете, возможно, так и оно было бы. Двоюродные – это где-то со стороны, если бы не папа. Потому что, да, Алексей Владимирович Высоцкий – это родной брат Семена Владимировича. Потому что папа был для Володи, это был больше, наверное, чем отец. То есть, с рождения первого, значит, первый, кто… Кого убили за Володей, наверное, после Нина Максимовна, это был папа. Он забирал два… После рождения из роддома забирал его мой 18-летний отец. Вот так вот. Да, роддом при Мониках. Кстати говоря, в Мониках оканчивался путь моего папы. Потом в 1975 году. Такие перепития судьбы. Вот. Поэтому… То есть он принимал как бы вот из роддома? Он встречал Нину Максимовну с Володей, вместо отца. А почему не было с ним Владимировича? Ну, потому что… Потому что… Уже такая ситуация была. Ну, такая… Ну, Семен Владимирович был занят какими-то делами, более важными, вероятно. Вот. А папа это был… А папа это был долг. Долг. Высоцкий знал об этом, да? Да, чтобы ты его забирал. Конечно, конечно. И вот с этого момента начинается вот такая перекличка. То есть они очень похожи, очень похожи. И вот по жизни. Потом в 43-й год мама приезжает, они на Краснодарской ярмарке, Краснодарской толкучке покупают во время войны фронт. Они на фронте оба. Покупают Володе маленькому валеночки, выбирают. То есть, понимаете, опять мысль о племяннике. Мама раненая, мама лишилась руки. И на передовой были. И мама, и папа были на передовой. И мама приезжает на протест делать. Дедушки, и не Максим. Не знакомится не Максим, а не с Ивовой. И вот, понимаете, опять встреча. Опять передача. То есть, а потом в протяжении жизни все, сколько я помню, мы уезжаем с мамой, с папой в Керчь. У нас там жила бабушка мамы и сестры мамы. Мы там отдыхали летом. Нас святаем провожает Володя. Мы приезжаем. Нас на Курском вокзале встречает Вова. Там Вовке трудно. Ему везут в пылесос. Там наш папиные пиджаки. Буклет там было, я помню. Поэтому все время Вова с нами. Вова приходит к нам и отходит от папы. То есть, рассказы о войне, это постоянно рядом. Поэтому, возможно, мы были бы очень далеки друг от друга, если бы не папа. Такая вот интересная... А так параллельно шла жизнь. Ну, я где-то читал, что и вот первые песни, даже есть такой, как сейчас говорят, альбом у дяди, да? Да, да, Василий Владимирович. Да, это 61-й. Да, вот приезжала бабушка Ирина Алексеевна, Высоцкая бабушка. То есть, Сеня приходит, то есть, Женя приходила. Мы все там собирались. И папа записывал на комету. Сначала комета, потом Днепр. И вот Бобина. И Боба пел. 25 января, сегодня день рождения. А вы не помните, может быть, какой-то день рождения, когда вы поздравляли там Высоцкого семейно, как-то ходили? Можно конечный случай. Давайте, расскажите. 25 января Семен Владимирович, очень такой человек, ну, он обстоятельный человек, любит материальный, ну, мы сели материальный, конечно. И он говорит, я Вове такой подарок купил. Что, Леонид Сеня, вазу хрустальную. Вот приходит Боба, и ему вручается ваза хрустальная на день рождения. Вы знаете, я думал, он был видеть Вове на лицо. Если бы мне подарили в то время вазу хрустальную, довольна была бы. Но Вовке это вообще... Ну, это модно было тогда. Помните, все для хрустальной. Но не для Вовы. Но не для него. Я говорю, я с тобой, что приняла бы такой подарок. Но Вове лицо, конечно, вытянулось. А что ему как нравилось, ну, как человеку, что дарили там? Зажигалки он собирал. Я знаю, что ты. Зажигалки? Конечно, Марина привозила ему. Потому что он опять-таки дарил их Семену Владимировичу. Коллекция была у Семена Владимировича. А он своего отца очень любил. Поэтому он передавал их. Хорошо, сейчас мы продолжим вот такую вот семейную историю. А я хотел бы сегодня обратиться ко всем нашим уважаемым сетезрителям. Потому что почему мы позвали Ирену Высоцкую к нам сюда в студию? Потому что, естественно, 25 января. Когда-то давно никто ничего в этот день не отмечал. Я даже не вспоминал, я не дай бог был это вспомнить. Сейчас есть такое ощущение, что это дни Высоцкого. И мы вроде бы должны этому радоваться. Но, честно говоря, не всегда то, что мы видим по телевидению, радует нас, поклонников творчества Высоцкого. А вас, наверное, как человека очень близкого к нему по-семейному. Поэтому мы решили адресовать вам, уважаемые сетезрители, простой вопрос. А проголосовать вы сможете у нас на сайте в течение всей нашей программы. На сайте онлайн-тв.ру. Ответьте просто да или нет. Нравится ли вам, что Высоцкий стал официальным классиком? Нравится ли вам, что Высоцкий стал официальным классиком? Голосуйте, пожалуйста, и в финале нашей сегодняшней программы мы, естественно, это все подведем в некий итог. Ну и также, если у Вас возникнут вопросы к сестре Владимиру Семеновичу, к Ирине Высоцкой, звоните по телефону 499-код Москвы, телефон 918-43-78, 499-918-43-78. Ну а также Вы можете связаться с нами с помощью видеосвязи. Заходите в онлайн-тв.ru. Ирэн, скажите, пожалуйста, вот сейчас на некоторое время отвлечемся от Вашего семейного альбома, тем более, что хочу показать всем нашим уважаемым сетезрителям, что есть вот такая книга. Это второе Ваше издание. Третье. Третье даже уже, да? Я два раза свой счет издавала. Мой брат... А теперь меня издали. Мой брат Владимир Высоцкий, где, собственно говоря, чем интересна эта книга. Я читал второе, наверное, все-таки издание, когда мы с Вами встречались. Здесь есть огромное количество фотографий, которых Вы нигде не найдете. И как мне кажется, почему мне кажется, что важны эти фотографии, это некий все-таки семейный фотоальбом. Это не артистический фотоальбом. Это не, как сейчас говорят, фотосессия. Это сама жизнь. Это вот фотографии, это то время. И, возможно, с помощью таких фотографий можно понять что-то новое для себя, найти в Высоцком. Тем более, что все время мы что-то в нем находим. Так вот, мы вернемся сейчас к семейной истории. Ирэн, скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит вокруг имени Высоцкого, мы должны быть с Вами рады. То есть, вроде бы идет некая популяризация творчества, показываются фильмы, а некоторые каналы запускают целые дни Высоцкого. В какой-то степени это мне напоминает, знаете, как вот в году 70-м, 100 лет отмечали Ленину. Да, все про это. Если кто-то где-то что-то выкопал про Высоцкого нового, это преподается как некая премьера только у нас и только здесь. Это что рынок имени Высоцкого пытаются сделать? Это продажа Высоцкого такая идет? Как вы считаете? Вы знаете, у поляков есть такая пословица, что за НАТО, то не здраво. Поэтому я думаю, что вы правы. Это именно как раз... А почему так происходит? Ну, кому тогда выгодно, значит? Я помню просто свое время, когда мне было совсем мало лет, я слушал Высоцкого еще только исключительно по какой-то подаче. Я половину слов не понимал. И даже так Господь Милова с точки зрения какой-то криминальной хроники тоже не все понимал до какого-то периода. Но я прекрасно помню, что ни снег, ни дождь, ничто меня не могло остановить. Я брал какой-то магнитофон, шел, переписывал. Помните, разные скорости здесь он вот так вот поет, там быстрее поет. И все мы все знали, чего, из какого концерта, что, куда и так далее. Фотографии на рынке продавали. Помните Высоцкие такие? Все это было. И мы переписывали стихи реально себе в какую-то тетрадочку. Еще боялись, чтобы никто не нашел. Мне кажется, что это было по-настоящему. А сейчас идет какая-то распродажа. Это что, просто зарабатывание денег? И еще, возможно, все-таки он протест, человек протеста он был. Значит, еще здесь политическая точка зрения, может быть, что сейчас, понимаете, протест, а сейчас замечательно. Он, наверное, на гребне. То есть, если говорить, оппозиция его как бы не берет на свои знамена, да? Получается, что государственное телевидение берет его на свои знамена? Конечно, получается, да. Получается так. Получается как-то карусель. Конечно, первый канал, конечно, это правительство, все правильно. Но, тем не менее, скажите, вот за последнее время, что Вы нового узнали о своем брате? Какие-то, может быть, новые встречи у Вас были? Какие-то новые Вы видели видео или аудиозаписи? Да, знаете, потрясающе совершенно есть женщина Марлена Зимина в Польше. Да. Она, у нее музей, и она каждый год созывает там слеты, те, кто любит Высоцкого, приглашает. Она находит на свои деньги, она находит материалы, видеоматериалы. Она столько нашла, она себе передает Москву, там, музей, передает ракурсу. И вот эти съемки в Сербии, в Хорватии, точно не помню, в Югославии, это удивительно совершенно. Это все новое, это все она находит. Она выкупает, находит. А она во Франции, везде. Она человек невыкновенный совершенно. То есть, можно ли так сказать, что есть еще масса всевозможных материалов, которые разбросаны по миру, связаны... Ну вот человек собирает и находит. Хорошо, давайте пойдем дальше. И следующий такой вопрос. Я напомню, кстати, сейчас 15 часов 37 минут, самое вот такое время, 25 января. Наверное, если бы Высоцкий был бы сейчас жив, уже, наверное, побывал бы в Кремле, я думаю. Конечно. Да, вручили бы ему, наверное, очередной какую-то награду. И, наверное, вечером был бы какой-нибудь стол праздничный, наверное, бы вас туда пригласили. Что бы вы сейчас подарили Высоцкому, если была такая возможность? Вови, ну, не знаю, не знаю, не знаю, честно говорю. Его одевала Марина исключительно. Поэтому из одежды, конечно, нет. Трудно сказать. Ну, трудно сказать. А, знаете, знаю, знаю. У нас друг, потрясающий художник, Саня Николаевич Ергалкин, художник, закарпатский папин, большой-большой друг. И вот у него замок есть, замок, о котором он вспоминает, когда снимался Туника, съемки Туника фильма, который так и не состоялся, к сожалению. И он пишет этот замок, он уже 25-летний, вспоминает этот замок. Понимаете, с таким восторгом. Я, наверное, подарила бы ему замок эту картину, небольшая картина, замок. Подарила бы, да, он был бы доволен. Совершенно точно. Я знаю, что Высоцкий бывал у вас, естественно, да, вы его встречали. Какой он был вообще в быту? Ведь все-таки, когда артист есть артист, он всегда может немножечко, ну, я имею в виду, на публике, в театре, даже идя по улицам. Сейчас я попрошу своих коллег, вот запустите, пожалуйста, вот просто картинка у нас есть, живой Высоцкий, когда его снимают, к сожалению, иностранцы. Ему, наверное, было приятно, что приехали иностранцы его снимать. И все-таки немножечко себя, естественно, играет. А каким он был вот в жизни, что это был за человек? Ну, так скажем, когда не для всех глаз. Не, ребят, вот когда живой, там есть кадр, нарезочку мы сделали. Вот. Вот он сейчас едет, да, обратите внимание. Прям, ну, явно актер наигрывает, да, жизнь удалась. Как бы для иностранцев. Тут же еще советский человек. И так все плохо. Каким он был? Ну, сейчас вам скажу. Знаете, он был очень прост. До 75-го года. То есть, вот он приехал первый раз, вернулся, вот в 73-м году весной. Он поехал за рубеж, да. Вот самое-самое яркое, скажу, вот непосредственность его. Вот они пришли к нам с Мариной, и Володя делится с мамой, с папой делится, это, конечно, не со мной, делится с впечатлениями, как там здорово все. И у него вот это такое непосредственное восхищение, восторг, вот там все так здорово, там потрясающе все. Марина сидит рядом, она человек более здравый, более выдержанный. Говорит, Володя, у вас свои преимущества. У соцсистемы свои хорошие стороны. Не надо так говорить, не надо так говорить. А потом, ну, говорю, очень непосредственно, очень непосредственно. Хак младш, там веселый, там какой-нибудь, знаете, шутка какую-нибудь, не там, какой-нибудь. Хорошо, хорошо с ним было, чем. А вот почему, говорю, 75-й год, я почему запомнила. Папа заболел, папа операцию как раз делали, очень серьезно. Пришел Володя. Это было после съемок «Бегство Маккинли». Как четко, помню, посмотрел его, он жаловался, что там, в общем, все песни его выкинули. Все вырезали, да, да. Да, был очень расстроен. Я чувствую, что, во, какой-то другой стал, вот чувствую, вот ощущаю. Вы знаете, он стал более вот такой выдержанный в речи именно, вот именно стал. Не то, что играл, нет, но вот экспансивность такая, вот как мачество ушло, вот ушло. Более стал такой, более сдержанный. Сдержанный более, мне кажется, Марина, вот влияние Марина, она его так более оккультурила. А Благородина, да, да. Вот сейчас у нас кадры, квартиры. Мы приехали с Мукачева, переехали опять в Москву, папа же служил везде. И когда мы вернулись в Москву, я жила у них в диагестине с утяжением. А папа делает с мамой ремонт, делали там, где мы сейчас живем. Так вы знаете, столько разговоров было, и первое, что, какой же он аккуратный, там они друг друга, какой же он аккуратный. А я-то, у меня, у меня ручки так не лежат. Вы знаете, у меня вот я пишу, у меня вот так стекурков. Ну, гвоздь он мог забить, знаете, как говорят, чтобы как-то поедать. Гвоздь не знаю, но мы приходим к ним, приходим к ним уже на малой грудины, открывает Марина дверь. Вова там в кабинете себя, а Марина с дрелью. Да вы что? Марина орудует в ванной, поэтому не знаю, забивала ли он гвозди. Марина забивала, это точно, и дрелья орудует. Вернемся вот к вашей семье. Насколько я помню наш вот предыдущий разговор с вами, когда мы первый раз познакомились, с чем я безумно рад, потому что, насколько мне известно, там Украина каким-то образом плетена, и дедушка Владимир Семенович, правильно? Да, дедушка Владимир Семенович. Есть у нас фотографии? Да, они тёжки. Я с бабушкой Ирины Алексеевны, а он с дедушкой Владимиром Семеновичем. Это муж и жена были, а это нет, это не бабушка, это не бабушка, это разлучница, это Эльга Аренс, красавица, это подруга Шульженко. Да вы что, так, а это? Владимир Семенович, он был самый красивый мужчина в Киеве. Володю назвали в честь него? В честь, да. То есть, как вводится? Да. А сам Владимир Семенович, скажем так, старший дед, он как держал сыновей своих? Каким он был человеком? Ну, вот по характеру, скорее, они в бабушку. Вот Вова, папа, Весенний, они хохмачи, да бабушка, бабушка. Владимир Семенович исключительно такой человек серьезный, степенный, выдержанный, очень порядочный, жадноватый безумно, потому что, когда был голод, бабушка, они были в разводе с Ириной Алексеевной, они были в разводе, и бабушка отправила их в Москву, к дедушке, они уехали с Киева они, в смысле, дедушка уехал с Киева, в Москву. И вы знаете, он запирал, дедушка запирал там, съестное запирал, все, и папа раз взломал, вытащил, вытащил ткани, сукно на костюм, продал его, накупил еды, там, для Весене доложил дедушке, папу пароли, жадноватый был, но очень порядочный человек. А можно тогда сказать, что корни идут из Киева, да? Из Киева, да, из Киева, да. То есть получается, что дедушка Владимира Высоцкого киевлянин, так? Киевлянин, конечно, потом Киев, родной город, конечно. Понятно. Любимые города у Высоцкого какие были? Не ко мне вопрос, не ко мне. Это Марина скажет вам, нет, нет, не знаю. Ну, а скажите, пожалуйста, тогда, вот так много вот женщин, вот сейчас та же история, которая прозвучала, ведь мы знаем, что вот есть такое слово муза, да? Ну, наверное, поэту нужна муза. И так получается, что редко, когда эта муза бывает одна. Единственное числе? Да. Насколько мне известно, Владимира Семеновича несколько жен, а первые мы практически вообще ничего не знаем. Но первая изумительная была Иза. Иза Высоцкая, да. Актриса, потрясающая актриса. Что для него была женщина? Потому что в последнее время, да, знаете, сначала вот был поток 80-х, какой он хороший, идеальный просто человек. Потом начался поток уже такой, что и актер плохой, и с женщинами не мог разобраться, и детей не воспитывал. Вот кем он был с женщинами? А мужик детей не воспитывал, потому что вторая жена, я просто изолировала их. Она не пускала. Тетя Женя, жена вторая, Семена Владимировича, она с трудом забирала там раз в месяц их на выходные. С трудом приходила. Я два раза видела маленьких их. Большим-большим трудом была дипломатия. Она очень была человек такой выдержанный, тактичный. Вот, а по поводу женщин, ну, как сказать, первая жена, это Иза Высоцкая, великолепнейшая актриса, она до сих пор играет, интеллигентнейшая женщина, умнейшая. Но там... Почему-то мы ее нигде не видим с какими-то... Она очень скромный человек. Такими интервью огромными, почему? Иза Жукова, ее фамилия настоящая, вы знаете, она очень скромный человек, очень скромная. Причем, самое что интересное, вот он с ней, вот как раз с ней, в отличие от другой жены, он с ней сохранил свои отношения прекрасные до конца жизни. Он приглашал, когда Иза приезжала в Москву, а приезжала она часто, останавливалась сюда Семена Владимировича, Евгения Степановна, помогала им, химчистку сдавала, готовила, к магазинам ходила. Чудесная, чудесная девчонка просто. И вы знаете, Вовка на все спектакли приглашал ее, Иезу. Везде свободил, представлял везде. Отношения великолепнейшие были. Но она умница, она Вовку любила, поэтому отношения такие. А, конечно, с женой Музы, конечно, была Марина. Марина, конечно. Конечно, Вовка увлекающаяся человек. Тем более, это же естественно, она там живет, он здесь. Он не хочет туда ехать, она не хочет сюда приезжать, здесь оставаться. Но это кошмар был бы здесь ей, это гибель была бы для нее. И, конечно, там соблазнов много. Женщина красивая, та же Таня Ваненко, красавица невероятная. Я понимаю его, все, понимаете. Но вместе с тем, конечно, Марина, конечно, Марина. Я наблюдала, как они вместе, они подвозили нас домой. Так они там, понимаете, они на одной волне, там кардан стучит. Это то, он поет, а она за ним слава повторяет. То есть, конечно, конечно. Ну а почему, как вы считаете, почему все-таки произошло, вот мы говорили до эфира, что это было жуткое лето 80-го года, жаркое, и вроде бы билеты были лететь, я так понимаю, должен был Высоцкий во Францию. На Франции, да, лечить, да. Почему, и потом мы знаем, как бы такая история существует, что уже какая-то была новая, скажем, новое увлечение у поэта. Почему, вот если они на одной волне, почему они не жили вместе? Это из-за того, что страны разные? Марина очень хотела, чтобы он переехал. Но вот когда они вернулись из Америки, Вова сказал, вот я помогу, вот голодное сечение, слова дословные его, что я там жить не смогу, слишком разобщены. Вы понимаете, чужой, то есть он не мог. Все, то есть нет вот нормы. А ее забрать сюда? Она плакала после чередей. Там ее кто-то дернул, кто-то нахамил. Она в очереди стояла? Ну, конечно, она же, все-таки у нас там, когда что-то хорошее, мы стояли в чередях. Вы, конечно, не помните, я так помню. Я помню, конечно, тоже. Вы со мной мальчик. Поэтому, понимаете, мы стоим там за чем-то хорошим. Конечно, на очередь, кто последний. А очередь такая приличная, там стоишь. И Марина стояла, когда приезжала. Бывала, конечно. Не только березки, не только березки. А потом они же, они же зарабатывали, ребята. Туда-сюда, поездки, там сейчас все, не с деньгами. Вот, кстати, по поводу семейного бюджета, скажем так. Не секрет, что, наверное, Владимир Семенович Высоцкий зарабатывал больше, чем, ну, положено было там в театре какие-то ставки и так далее. То есть были какие-то конверты, какие-то приглашения. Как он вообще относился к вот этой теме денег? И как он их ими распоряжался? Очень добрые. Безумно, подарки всем. Подарки всем. В старе-то приезжал. Всем друзьям, там, папе. Нам, конечно, Сашка, это нет, нет. Вообще-то мы там были, Саша, с братом родным мы там были. А вот папе, да, папе, маме, да, безусловно, там. Понимаете, очень добрые, очень добрые. Но можно сказать, что он был высокооплачиваемый исполнитель? Я думаю, судя по тому, сколько у него осталось долгов после смерти, которые Марина выплачивала, я думаю, что он не был высокооплачиваемый. А долги за что? Долги перед кем-то? Ну, а как же он всем был занят? Он всем, они же полеты, эти полеты, поездки. Машину Марина покупала, это же все уже это... За машину, кстати, он успел расплатиться? По-моему, да. А вот эта история, папа... Потом технику накупила, технику, дом, дом, это коммерческий же дом. Долги были колоссальные. Кто-то простил, кто-то не простил. И вот после смерти Марина расплачивалась за независимость. Да, Марина... Закрыла все вопросы. Очень порядочный человек Марина. Марина любила его настоящему. Вообще, дай ей Бог здоровья. Еще один такой семейный вопрос, и перейдем к следующей песне. И покажем довольно редкую запись, довольно такую неожиданную, и про друзей, и про детство, да. Я вот сейчас попрошу, ребят, покажите фотографии, где совсем еще ребенок, вот малыш, маленький ребенок, Владимир Высоцкий, вот таким он был. Скажите, вот сегодня, когда мы непонятно что строим, да? Ну, какое общество, говорят таким политическим языком. Вот ему нравилась вообще некая система, в которой он живет, не в плане пленумов ЦК КПСС, а в плане людей. Вот вы сказали, что там разобщены, я хочу здесь жить. Людей, да. Да, у него были потрясающие друзья. И что такое? Все, я вам думаю, все компании, это потрясающе. Белла Ахмадорина, Марина сказала, что вот если бы он не изменился, Белла Ахмадорина с такой женщиной, я бы поняла бы. Вот так вот? Да, это ее слова. Да, да. Ну, а вот простые люди, ведь смотрите, сколько в его творчестве таких простых человеческих тем, ну, на уровне, там, я не знаю, просто посидела где-нибудь на полянке, да, в лесу. Почему это, откуда это? Так у нас люди необыкновенные совершенно. Чем человек проще, чем проще, чем глубинку дальше, тем лучше. Это же такие самородки у нас, боже, праведные. Когда он начал писать? Когда примерно можно сказать? Не знаю, не знаю. Вот вы, вспоминая, вот у дяди, да, это конец 50-х, начало 60-х годов. Да, да, это уже песни были. Это уже были песни, да. Ну, собственно говоря, где-то в районе 20-19 лет он начал писать. Наверное, раньше. Просто, может быть, еще немножко стеснялся, наверное, да, знаете, как иногда человек пишет, пишет и боится кому-то рассказать. Это исследователи знают, это точно там. Намного, по-моему, раньше, намного вам раньше. Семья и друзья. Вот такая у него жизнь получилась. И про детей мы сейчас узнали, что, ну, что называется, не давали возможности ему с ними встречаться. А музы, некоторые, может, лучше, некоторые похуже. Это как бы не нам решать со стороны. Но, тем не менее, есть еще один такой постулат про Высоцкого, что вот друзей миллион. Хотя все мы понимаем, что у человека может быть один, два, ну, максимум три настоящих друга. Что такое друзья для Высоцкого? Вот Вы что-нибудь можете на эту тему сказать? Что он готов был сделать для друзей? Друзья для него очень много значили, потому что для Сева Абдулова, вот этот его невыкновенный друг, настоящий друг, он готов в вагон и воду пойти был. Сева приезжал к нам, к папе, в больницу после операции, он приезжал с Севой Абдулова. Это же очень о многом говорит. Понимаете? То есть, и жили они с Мариной у Севой, там, мамой. И так же он как-то к Севой относился. То есть, можно сказать, что Сева Абдулова был, наверное, самым близким? Мне кажется, да. Мне кажется, но я не берусь подтверждать, но мне кажется, да. Знаете, есть люди, у которых вот в семье некие такие проблемы, да, мы видим, что все-таки на лицо были, но если не проблемы, то некая такая, ну, сложная ситуация, что с друзьями проще, чем с семьей. Можно так сказать? А с какой семьей вы имеете в виду дома? Вот я имею в виду дома, там, Марина далеко, например, или с родителями там тоже мама отдельно живет. Вот иногда человеку проще с друзьями быть, чем решать какие-то семейные проблемы. Ну, конечно, у него, как у папы, дяди Сене перелом, жуткий перелом. Это развод родителей. Папа очень тяжело переживал. Дяди Сене легче перенес дедушкиных любовниц. У них очень много было любовниц у дедушки. Ну, конечно, роскошная женщина. Ааронс, красавица, актриса. И очень много было. И, понимаете, это было страшно для папы. И то же самое, конечно, для Вовки. Конечно, для Вовки. Он, когда дяди Нина, пришел какой-то Жора, я его, честно говоря, не знаю, Жор этот. Вовка тоже его ненавидна безумно. Дяди Нина, естественно, как женщина, пыталась свою жизнь достроить. Пошло какое-то время после войны. Дяди Сене же во время войны ее бросил. Ну, да. Понимаете, ушел. Поэтому она была чудесная женщина, интеллигентнейшая, в общем, образованная. А можно сказать, что Нина Максимовна держала Высоцкого как железно? Нет, его держала, его держала Евгения Степановна. Вот эта держала, держала железно. Тоже, конечно, нагулял очень-очень здесь, но все-таки она держала. Она закрывала намного глаза, она была очень мудрая женщина, конечно, Царство Небесное ей. Но она держала. А Нина Максимовна нет. И, конечно, для Вовы такая же была трагедия. Потому что она ненавидела этого Жору. Это его приемный папа. Ну, да, да, получается. Я забыл сейчас это слово. Забыл уже слово. Итак, сейчас я хочу напомнить нашим уважаемым сети зрителям, что мы продолжаем голосование на тему. Нравится ли вам, что Высоцкий стал официальным классиком? Да или нет? Потому что классик – это уже не так уж плохо. То есть это уже как бы навсегда, на всю жизнь. Твое имя, что называется, вписано в историю, в литературу. А может быть, кому-то это не нравится. Может быть, вы как-то по-другому относитесь к Владимиру Семеновичу. Ну, а сейчас с нами на связи один из друзей Владимира Семеновича. Игорь Кахановский. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Хочу поздравить вас. Это что за канал, в котором я участвую? Это онлайн-тв.ру. Это интернет-телевидение. И мы сегодня говорим... Владимир Семенович Высоцкий. Зовут меня Николай Певненко. И Игорь, вы знаете, мы хотели бы просто предоставить вам возможность... Ну, вы знаете, 25 января – день рождения. Вот если бы у вас была такая возможность, как бы вы поздравили Высоцкого в день его 75-летия? Как бы представить себе такую ситуацию? Что бы это было? Ну, вы какие-то вопросы задаете, я не знаю. Ну, что бы делали Семенович, я бы сейчас был жив. Ну, ребят, ну, неужели вы готовите эфир? Тем более прямой... Неужели это какой-то более интересный вопрос? Откуда я знаю, как бы я его поздравил? Ну, у нас вообще-то было, я не знаю, там, очень всегда... Мы не придавали этому особого значения. Вот просто я помню вот эту фотографию, где мы с ним... Да-да-да. Это ему 18 лет. Это ему 18 лет. Я сдал сессию в институте, с которой он накануне буквально ушел. И приехал к нему, его поздравить. Он бежал, он заболел, горло заболело. Он простудился, он был в мамином этом шарфе. Вот это я помню день рождения. А такие как-то... Это все было всегда на бегу. Он не очень любил эти все даты какие-то, понимаете? Поэтому я не знаю, если бы он устроил день рождения, я бы, наверное, ему написал такие-то стихи, понимаете? Скажите, пожалуйста, вот вы были знакомы с ним в самый такой, ну, для юноши, наверное, сложный период. И все-таки почему он бросил институт и сделал это в то время, когда, ну, как бы, человек поступил, учись себе, да учись. Нравится, не нравится, учись. А почему он бросил и вот принял такое решение? Как вы считаете? Он с вами говорил на эту тему? Ну, во-первых, он... Мы как-то этому не придавали значения тогда, но он уже в 10 классе ходил. Был такой на улице Горько, он напротив... Был такой молодежный кафе, да, на улице Горько. Вот напротив этого молодежного кафе был дом учителя. И там был такой педагог, он же артист театра МХАТ, Владимир Богомолов. И он ходил туда, занимался, ну, в театральный кружок. Я там в хоккей играл, а он ходил в театральный кружок. Ну, ходил и ходил. А потом, когда мы поступили в институт, благодаря, кстати, моему первому спортивному разведу по хоккею, вот, когда начали учиться, то, в общем-то, сразу поняли. И я понял, что это вообще не тот институт, в котором бы нам хотели бы случиться. И он это понял. Но у него просто был какой-то план свой внутренний, что он все-таки решил попробовать поступить в театральное училище. А у меня, к сожалению, такого никакого плана не было, чтобы куда-то такое я ушел. Хотя уже тогда писал, то я уже смешил. Но я тогда в то время этому не придавал такого серьезного значения. Мало что пишу. А скажите, пожалуйста... Ну, это все будет... Да. Скажите, пожалуйста, вот когда вы поняли, что вот он артист, когда вы, может быть, он пригласил вас на какую-то постановку, когда вы поняли, да, у Владимира получается? Нет, ну, во-первых, он показался одним из лучших, показался на дипломном спектакле. Он играл Бубнова в спектакле «На дне» Горького. Притом он там придумал такую, не знаю откуда это, но он был вообще большой придумочек, фантазер. Значит, он там входит, где они все сидят, а он, я не помню, откуда он возвращается, весь обвешанный баранками, такими связками. И помню этот опыт, он немножко, конечно, выпивши, и он входил, значит, на сцену и пел это. Мраморная твоя личика, поцелуй меня зажгу. И единственный из всего этого дипломного спектакля, в этом месте он сорвал аплодисменты. И вот, кстати, я не знаю, многие, может, даже и не знают, он так хорошо показался, что ему пригласили четыре театра. У него было приглашение Маяковский, театр, вот, тогда Яншинский на этом самом, Матвежской, Сатира и театр Пушкина. Но он тогда был женат на этой идее Жукова. Она, значит, закончила раньше его на год, и ее распределили в театр русской драмы в Киеве. И он всем этим, значит, режиссером главным, вот, тех театров, куда его пригласили, ставил условие, что если вы возьмете визу, значит, вот, по-настоящему, чтобы-то... Значит, согласился только один Борис Равенский, режиссер тогда, главный режиссер театра имени Пушкина. Ну, обманул тоже, кстати. Кстати, по-моему, это первое... Ну, было одно из причин, вот, когда он там загулял, запил и все такое прочее. А когда... Вот на этом спектакле, я понял, вот на этом, там, на дипломном спектакле, я понял, что в нем скрыт, еще, может быть, не совсем раскрыт, но и очень большой акцент. Игорь, скажите, пожалуйста, еще, вот то, что сегодня показывает Высоцкого очень много, да, нам на Первом канале целый день ему посвящается, не кажется ли вам, что его тиражируют, выпустили в тираж? Как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, у нас страна такая, к сожалению. У нас, к сожалению, мы живем не в очень хорошем, во многих смыслах, в стране. Вот это одна из таких... Ну, Пушкин же написал еще, они ценить имеют только мертвых. К сожалению, такая наша страна, такой народ. Спасибо вам большое, спасибо большое. Это был Игорь Кахановский, друг Владимира Васильевича Высоцкого, который вот на самый такой сложный период, когда делается выбор, и вот действительно посетовал наш уважаемый гость по телефону, что вот как, я что ему сегодня подарю. А ведь действительно он в какой-то степени прав. Знаете, почему, Ирена? Потому что трудно себе представить 75-летнего Высоцкого. Вот как мне... Скажите, вот есть такое ощущение, что тогда, когда он ушел, да, была безумная трагедия и так далее. Но смог ли он жить и быть тем самым Высоцким, которого мы знаем, перестройку, в 90-е? А почему бы нет? А почему бы нет, если человек и стержень есть? Мы с вами не сломали же, а Вовка посильнее нас. Да что вы, конечно, смог бы, и еще бы. И были бы какие-то песни другие. А как же, а как художник может отвлекаться на все, что режет? А столько режет. Тяжело, конечно, смотреть некоторые фотографии, хотя фотографий огромное количество и радостных, и вот этих вот печальных, наверное, никогда так еще советскую, такую эпоху после смерти Сталина не фотографировали, так много бы не было людей в тот летний день. Но мы сейчас не будем говорить о нем, а давайте вот о чем поговорим. О том, насколько сегодня вот то, что делал Высоцкий, вы как родственник этого человека, такой семейный клан, полезно для сегодняшней молодежи, для которой Высоцкий может быть уже где-то на уровне Есенина, Пушкина, ну, как, знаете, такой вот учебник. Вот что он может им дать? И как надо правильно преподнести Высоцкого молодому поколению? Ну, я не лидер-доровед. Ну, все-таки. Вы детский писатель. Вы детский писатель. Это вопрос такой, вы знаете, я вообще, честно говоря, вам плохо знала творчество Володи, плохо знала, и вдруг неожиданно, однажды я слышу стихи, его по радио читает диктор, профессиональный, актер профессиональный. Вы знаете, философские стихи. Бог мой, а жизнь, смысл жизни, это... А что, разве можно забывать сейчас Пушкина или Есенина, или Лермонтова, возможно, забывать, Пастернака и так далее? Нельзя забывать никого. Это же то, с чем мы должны питаться. Но согласитесь, что немногие этим интересуются. Сегодня какое-то другое время, другие... Ну, сейчас, да, уклон, сейчас уклон другой, да, да. Но чтобы быть человеком, надо читать. Надо читать. Я не знаю, там, с ноутбука и чего, надо читать. А что Высовский, что читал? Вот смотрите, ведь, давайте так говорить откровенно. Огромное количество песен и огромное количество очень таких фактов приведено в самых разных песнях, как, так скажем, в серьезных, так и в шуточных, которые как бы под собой должны иметь подготовку. Как он? Читал много? Он очень много читал. Я совершенно не сталкиваюсь по этому поводу с ним. Но вот ребята, которые следователи, там, они приводят туда-туда цитаты, оттуда-туда, он потрясающе много читал. Потрясающе. Откуда только у него времени хваталось настолько. Колоссальная подготовка у него была, конечно, колоссальная. И потом это каким-то образом вплеталось в песни. Конечно, вплеталось, вплеталось, конечно. Давайте вот еще о чем поговорим. Конечно, после известного всем фильма есть такое ощущение, что КГБ, как-то очень все руководство интересовалось жизнью Высоцкого. Ходили слухи, что Брежнев, почему Высоцкого вроде бы не трогают. То есть жить особо не дают, но и не трогают. То есть ни в тюрьму не посадили, не выслали из страны. Что, мол, Брежневу нравилось, что как слушал он эти песни, ну, поет себе и поет. Вроде бы Адропов там каким-то образом за театр на Таганке заступался. И вроде бы было письмо самого Высоцкого, отправленное в Министерство культуры, по поводу того, что я так много, ну, условно говоря, так много работаю, что меня, мол, вот не пускают. Там что-то такое было. Скажите, пожалуйста, вот насколько вообще его личность интересовала органы КГБ, значит, и за вами же тогда, наверное, следили, за всеми, вокруг. Как ему не давали жить? Как я буду не давать жить, я не знаю, но, по-моему, в 70-й год, когда он женился на варенье, к нам прибегает Семен Владимирович. Он говорит, Леша, я только сейчас в Лубянке. На Лубянке, да? Да. В комитете, да, находился? Конечно. Ну, я сейчас, наверное, не знаю. Да, ну и сейчас там, только другая. Другая организация. Леша, ты знаешь, я им сказал, товарищ, я пришел сдаваться, мой сын женился на астронке. А мне ответили, товарищ Высоцкий, будьте спокойны, он, она член Коммунистической партии Франции. Все, понимаете? То есть, и она добилась, Марина добивалась, то, что он ездил по миру. Вот КГБ, я после, уже 77-й год, папа умер у меня, я устроилась на работу. Устроилась, сказали, организация без вывески, не могла устроиться на работу, без вывески. Оказалось, товарищи эти, товарищи, не там, милиция, КГБ, я не знаю. Там графа, то, сетоп, это 10-е, Вова, все сказали, до свидания. 77-й год, меня не взяли. То есть, из-за Владимира Высоцкого вас нельзя? Конечно, несчастье какое, какое несчастье, я не знала, куда я пришла. Мне стали нужный редактор, я пришла после окончания университета. А вот Вову раз спас Щелоков, то у нас был министр. Министр внутренних дел. Ну, это не КГБ, да, это другое. Нет, 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 это конкурирующая фирма. Вот у него был заместитель Папутин. Они жили, по-моему, в одном доме с Семилом Владимировичем, вот его жена. И вот Вадим, это Вадим Папутин, по-моему, так, по-моему, иная отчество, не знаю, к сожалению. И какая-то там была история, какая-то история там была, что-то там такое было. С Мариной там что-то такое. Их Папутин, их все, помог им, Весенний помог там. И он Папутин все там, все сделал им, все им сделал. Мне еще раз это говорит о том, что он такой был человек все-таки какой-то, ну, как бы это сказать, если Марина с дрелью встречала, да, то все-таки он, наверное, был немножечко, но, как вот говорят, не от мира всего. Можно так сказать? Ну, поэт, конечно, ну, поэт, конечно, это все сказано, конечно, на земле все-таки парят все-таки. Вы были на каком-нибудь спектакле, на каком-нибудь концерте? На Гамлете. Расскажите ваши впечатления. Ну, во-первых, сама, конечно, не просила, очень хотела, спросила папу. Папа позвонил ему, все было устроено, сказал, что в 6.30 у служебного входа стоять. Стою. Так. Около меня ребята потрясающие были, мои ровесники, это такие 20-летние ребята, наверное, фанаты, Вова фанаты. И вот мы с ними долго говорили, они сказали, что вот Таганка без Высоцкого, это не Таганка, это все, вот, без Высоцкого, тогда еще 75-й год был. Потом они побежали к бомбортнику там встречать, автографы брать. И пришел Вова, дает мне 5 билетов. Так. А я одна, я ему говорю, Вов, такой заяц трясущийся, пришел. Я говорю, Вов, я одна, что же ты, ну что же ты? Ну вот, а потом Гамлет, хожу, он сидит там вот на этой сцене, он сидит. Сидит, может, я, Вова показываю, он меня не видит. Совершенно. То есть он туда смотрит, в глобчик, через меня смотрит. Потряс спектакль, потряс просто. Вышла. А на концерте вы были на каком-нибудь? Нет, от меня были. От вас были, а почему же вы не сходили? От меня, потому что я так воодушевленна тем, что 5 билетов, все забрали. Мне подходит девочка, Надя Данилова. Я тогда уже закончила, так к тому времени, 78-й год, наверное, 78-й год. И говорит, можно, хотя тебя там, пару ребят, Илю, конечно, ради бог, пожалуйста. Но это пара ребят, прошло весь курс, Вовы. А потом встречаемся с Семеном Владимировичем. И вдруг Вова мне, тетя такая уже 24-летняя, заявляет. Иренка, ты прислала? Я говорю, да, чтоб такого больше не было. А там сидели такие мощные генералы, своими дауми. И вдруг такой мне мордобой, чтоб такого больше не было. Ты что застроил это у меня? Весь курс пошел. Трена-Высоцкая, Трена-Высоцкая. Я что-то там сквозь земли повалилась. Мне было очень обидно. А вот, ну, как бы, все-таки человек известный в стране, наверняка вводил какие-то знакомства с возможными известными людьми. Да, вот мы вспоминали сегодня поэтов, там и так далее, актеров. Как он с ними держался? Вам что-нибудь об этом известно? Потому что сейчас будет еще одна редчайшая, на мой взгляд, запись. Я сам тоже не ожидал. Вот, с кем, может быть, вы видели, кто приходил к нему, как он общался? Нет, вот именно только единственное, что это Ахмадурина обожала. Ахмадурина больше я никого не знаю. Ахмадурина обожала. Постоянно у них там были встречи такие огромнейшие, совершенно сборища, огромнейшие. И Семен Владимирович, они ездили к ним туда. Это я знаю. А больше из поэтов известных их нет, не знаю. Великих людей тянет друг к другу, даже если стоят какие-то, пардон, государственные проблемы, строят и так далее, все равно тянет. И мы это слышим, да, вот есть такое ощущение. Скажите, вот меня такой вопрос интересует. А какая все-таки была мечта у Высоцкого? Вот была такая мечта, чтобы стать народным артистом СССР, членом Союза писателей. Ну, как бы, чтобы признанным был, да, чтобы афиша была такая вот на весь город. Николай, здесь могу только очень осторожно предполагать, потому что все-таки... Давайте попробуем. Да, и двоюродные. И, понимаете, вот то, что ущемляло его, безусловно, что он не член, там, чтобы брать старшие поэты его так. Это ущемляло, конечно. Но мечта, мне кажется, режиссура его вовлекала. Он же стал этот зеленый фургон и так далее. Режиссура его вовлекала в последнее время. То есть он уходил уже в это направление, да? Да, да, да. Ну, это, по-моему, вообще известно, по-моему. Поэтому вот... А он любил ходить там в кино, там, я не знаю, куда-то, на какие-то фильмы, какие-то любимые были? Не знаю, не знаю. При мне, при мне, разговоров не было таких. А про советский строй что-нибудь говорили? Ну, это только единственное, когда он... Ну, у него все в песнях. А открыто... Да, я имею в виду вот так дома. А в открыто, в открыто. Вот он, говорит, когда приехал первый за рубеж, тогда он кричал, что он думал, ну, а там вот свобода, все, там, все. А мы тут, да? Да, 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 да. Такое только один раз было. И вот мы потихонечку уже двигаемся к своему завершению. Я попрошу, ребят, сейчас еще лесной концерт поставьте, пожалуйста. Тоже довольно-таки редкая запись, вот, по ходу. Качество, к сожалению, вот такое, какое оно есть, другого качества не будет. Тем не менее, найден этот вот тоже фрагмент. Ведь тянуло к людям, смотрите, да? Ведь это какая сумасшедшая должна быть биоэнергетика? Редчайший случай, когда одно дело нужно исполнителю, да, чтобы людям, а другое дело, что людям нужно, да, чтобы это было взаимозаменяемо. Да, 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 да. Вот что от него исходило? Вот я понимаю, что вы человек родственная, вас по-другому все устроено. Вы знаете, он безумно обаятельный, безумно мужественный, безумно подсовершенный. Вот он, вот даже если родственник, все равно еще ощущаешь вот эту аллергетику. Вот с ним, вот к нему не сильно тянешься, к нему. Попадаешь под обаяние, попадаешь моментально, падал, ну, в прошедшее время, к сожалению. Вы жалеете Высоцкого? Жалеете? Да вы что? Какое у вас отношение к нему? Как жалеть? Ну, безумно жалко, что он не дожил, что 75 так мало еще, Господи Боже мой, еще 75. До 90 живут, до 100 живут. Безумно жалко, что он не дожил. А так он человек счастливейшей судьбы. Что изменилось в жизни, когда Высоцкий живой, Высоцкий умирает? Что произошло? Вот какой-то слом, может быть, в вашей жизни? Как это происходило на ваших глазах? Слома, я не сказала слома, но, конечно, не верилась. Тяжело было безумно. Конечно, тяжело, когда мы приехали, значит, очень было тяжело, конечно. И, понимаете, вот Вова человек, которого исходило свет, сияние, то есть, ну, это когда как гаснет, конечно, темнее становится, безусловно. Он для вас живой? Конечно, конечно. Я вообще верю, что мы не умираем. Вот как бы Вы ответили на вопрос, я прошу сейчас своих коллег сообщить мне информацию по нашему сегодняшнему вопросу. Нравится ли Вам, что Высоцкий стал официальным классиком? Вот как Вы бы ответили на этот вопрос? Классик не самое же плохое слово, правда? А я бы официально брала бы. Пусть как бы классиком. Просто классиком. Да, в одном ряду, так сказать, с великим файтом нашими, без которых мы не будем вообще жить. Ну, наверное, если бы... А вот официальный, надо его, все-таки это очень нехорошее слово, очень. Смысл, даже несловно, смысл. Поэтому здесь... 74% сказали да, да? Что хорошо это? Сказали, что хорошо. Даже официальный, придворный. 74% Придворный классик. Ну, пытаются сделать, придворный все-таки сделать, если бы он был живой, да, если бы он ходил при дворе и так далее. Сейчас пытаются сделать, не знаю. Да, трудно себе представить, что оппозиция каким-то образом... Ну, сейчас у нас есть какая-то оппозиция там попытается взять. И нужно ли это, я не знаю. Не нужно совершенно. Но то, что, безусловно, самому Высоцкому, наверное, хотелось бы, чтобы как-то песни его разбирали, да? Ну, вот именно творчество, да? Говорили, что вот здесь ты хорошо сыграл, здесь ты не очень хорошо сыграл. Да, ну, наверное, мне так кажется, что человеку, который занимается творчеством, ему всегда интересно, чтобы говорили об этом. Николай, вы знаете, вот я присутствовала раз, так он говорил, что он неохотно делился там о творчестве своем. А вот он раз говорит, сидели у меня Есени, как раз, и он вспомнил песню у Сережки Фомина. Да. И говорит, вы понимаете, какое дело, какая вещь какая. Я вкладывала один смысл в нее, а мне пришло столько писем, то есть они мне открыли новые ракурсы этой песни. И я написала в ответ песню, спасибо вам, мои корреспонденты, что вы не верно поняли меня. Конечно, этим жил. Последний вопрос. Чего мы еще не знаем о Высоцком? Ничего мы не знаем. Вот вроде бы со всех все нам уже отрубили, достали материалы, все. Чего мы не знаем? А вообще, разве можно другого человека познать до конца? Это же даже рядового человека. Все равно человек загадный. То есть тайна под именем Высоцкий остается? А человек большой, конечно, конечно. Я смотрю на него, вы знаете, смотрела документально как раз во вторник ночью. Смотрела, и где-то совершенно вот он, вот совсем незнакомый Вова, абсолютно. Вот совсем. А тем более он умел держать дистанцию. Держать. О, да. При всей своей. При всей своей, да. Потому что не ко мне, конечно. Тем не менее, завершая нашу программу, готовясь к ней, мы с удивлением обнаружили, что знаменитое стихотворение и песню он пел, памятник называется. Наверное, у каждого большого поэта есть аж некий некролог самому себе, мы назовем это так, где он просто вот как будто бы по этим строчкам все и сделали, начиная с первых минут после его смерти. Смерти, да. Смерти, да. Смерти, да. Смерти, да. И вы знаете, сейчас мы сделали специальный финальный ролик, скажем, назовем его так, Высоцкий будет читать стихотворение «Памятник», и мы показали просто все те памятники, которые мы нашли в интернете. И почему-то они у меня вызывают какое-то очень нехорошее ощущение. Но мы сделали этот ролик. Ирена, а Вам огромное спасибо. Просто приятно, что, Вы знаете, когда человек говорит «Вовка», Вы имеете на это право. А я Сусский «Вовка» говорю, да? Это неистребимо. Вы имеете на это. Это очень по-человечески приятно. Вовка, извиняюсь, конечно, за Вовку, но он был Вовка для нас. Это было очень приятно. Я поздравляю Вас с днем рождения, Владимира Высоцкого. Спасибо вам, что Вы согласились и приехали к нам. Попытайтесь еще написать, вспомнить что-то интересное. Мне кажется, что это нужно будет. Нужно, потому что времена меняются. И, к сожалению, уже больше памятников, чем живинки. Это была Ирена Высоцкая. Это была программа «Есть такая тема». Мы сегодня вот таким образом отметили день рождения Владимира Высоцкого.